Поиск безопасного маршрута на уроке фортепиано для слепой девочки закончился громким скандалом. Рабочие гаражно-строительного кооператива, через который обычно пролегал ее путь, поставили там забор. Причем прямо в тот самый момент, когда представители мэрии обследовали дорогу, чтобы сделать ее безопасной для ребенка. Репортаж Виктории Барсуковой. Этим маршрутом Ирина Цветкова ходит уже 10 лет. Вместе с мамой, а иногда и сама. Девочка-инвалид по зрению. Это самый удобный для нее путь от дома до Центра эстетического воспитания «Отрада», где Ирина берет уроки игры на фортепиано. Раньше было не очень, а теперь получается никак. Я уже говорила, что эта дорога до «Отрады» это не просто так дорога, это, можно сказать, дорога жизни, потому что эта дорожка, она от «Отрады» выводит дальше на остановку. Чтобы помочь девочке, в мэрии решили отремонтировать дорогу и оборудовать ее необходимыми маяками. Что конкретно нужно, планировали выяснить прямо на маршруте. Но на пути внезапно возникла преграда – рабочий гаражно-строительного кооператива. Вы самовольщики, что ли, самовольщики, что ли? Что потом рекламку сделать нехорошую? Да. Значит, я имею право сейчас разбить вашу кино. Мужчины назвали себя собственниками ГСК и вели себя агрессивно, несмотря на то, что представитель администрации обозначил причину своего появления. Вы откуда? Более того, мужчины спешно перекрыли железными щитами дорогу. Забор, преграждающий путь девочки-инвалиду, вырос за считанные минуты. Вот сейчас мы вас сфотоем тоже, кто такой. Я вас никого не знаю. Мы тоже вас сфоткли. Нипега, вот этого зафоткало. Вот написано вот здесь вот. Вот этого администратора, этого зафоткало. Написано здесь, кажется, вот этого главаря. Если у администрации есть какие-то... Главарь это я, Цветкова Марина Александровна. Кричать не нужно. Человек, который проживает здесь, как раз мама, ребенка, инвалид. Женщина. Кричать не нужно. Вот если у вас есть претензии к ГСК-67, пишите заявление. Женщине с ребенком ничего не оставалось, кроме как искать другую дорогу. Но альтернатива оказалась небезопасной. От этого варианта решили сразу отказаться. Тяжело, когда грязь зимой, весной. Потом надо пройти через эту грязь. Учитывая, что старый путь для девочки теперь закрыт, сама она ходить на уроки фортепиано не сможет. А заниматься нужно. Ирина готовится к участию в дельфийских играх. По итогу обследования маршрута будет решаться вопрос с собственниками ГСК. Если это их земельный участок, будем разговаривать с ними, чтобы они открыли путь движения для семьи. Если это не их земля, тогда будут приниматься меры администрации города, чтобы они убирали преграду. Параллельно в мэрии будут искать другой, безопасный маршрут для девочки. Представители администрации города заверили, что в любом случае найдут решение проблемы. Виктория Барсукова, Павел Легалин, телеканал «Губерния».